Привет дорогие друзья, вас снова на канале Антон Федоршенко и сегодня мы с вами поговорим на одну очень интересную тему что же мешает раскрепоститься девушкам перед фотосессией ну что, давайте начинать, поехали ну что, девчонки, сегодня для вас я подобрал специальный, как раз таки определенный список того, что мешает вам раскрепоститься давайте же начнем первое, с чего я бы хотел начать, это боязнь камеры если вы вообще очень редко фотографируетесь очень редко фотографируете себя на телефон или даже просто делаете минимум селфи то это как раз таки будет мешать вам сфотографироваться потому что вы боитесь камеры это можно очень быстро и легко вообще проработать тем что вы можете чаще на себя смотреть в зеркало больше любуйтесь своей фигурой если вам хочется уже посмотреть, как ваша фигура будет смотреться в кадре то возьмите телефон и пофотографируйте себя дома в зеркале это очень сильно помогает как раз таки почувствовать камеру и перестать бояться камеры вы можете увидеть свои лучшие ракурсы увидеть то, что вам нравится, а что не нравится тем самым вы начнете изучать себя и привыкать к фотографированию, чтобы вас фотограф снимал поэтому в любом случае пользуйтесь данным способом он поможет вам избавиться от боязни камеры второе, как раз о чем бы я хотел сказать это неуверенность в себе очень многие девушки неуверены в себе именно в связи с тем, что в современном мире интернета очень многие выкладывают а-ля идеальные фотографии идеальные картинки где находятся идеальные тела накаченные попы, вставленная грудь, увеличенные губы и все это как раз таки влияет на то что когда вы это все смотрите на то, что вы не уверены в себе конечно же, это такой момент он больше психологический и когда возникает такая ситуация то, наверное, вам как раз таки нужно или обратиться к психологу и проработать этот вопрос с неуверенностью в себе чтобы понять вообще, что вы прекрасны такой же такой и вы родились или все-таки если вы решились прийти на фотосессию то довериться фотографу потому что как раз таки эта неуверенность в себе может проработаться с самой фотосессией потому что фотограф знает, что он делает если фотограф профессионал и он видит вообще недостатки он видит плюсы Он вообще не видит как бы плюсов и минусов, он просто видит прекрасного перед собой человека, который хочет себе получить красивые фотографии Поставляет под этого человека свет, возможно, заранее помогает подобрать образ Возможно, договориться с визажистом, чтобы сделал макияж, или сама девушка сделает себе макияж, или также обратится к визажисту То, по сути, вот этот весь образ как раз-таки поможет девушкам почувствовать себя, почувствовать себя индивидуально и почувствовать себя красивой, настоящей, живой И тем самым она перестанет обращать внимание на других, и этот комплекс может уйти с помощью фотосъемки Если вы не хотите приходить на фотосъемку с таким состоянием, то тогда все-таки реально, как я уже сказал ранее, идите к психологу и проработайте этот момент Реально помогает Третий момент, о котором бы я хотел поговорить, это как раз-таки многие девушки перед фотосессией и вообще в жизни боятся критики других людей По сути, это то, что очень сильно мешает жизни не только фотосессии, но и жизни, и вообще отношения к себе Поэтому никогда не бойтесь то, что вам будут говорить другие, потому что большинство из них будут являться обычными ниванными критиками А люди все-таки по своей натуре сейчас привыкли больше критиковать, чем хвалить Поэтому вы даже если сильно приготовитесь к фотосъемке, соберете классный образ, сделаете себе прекрасный макияж А найдете чудесного фотографа, то критика в любом случае будет с какой-то стороны Будь то там, не знаю, с какого-то там Пети, с там, не знаю, Дальнего Востока Заканчивая, там, не знаю, какой-нибудь соседкой, с которой вы хорошо общаетесь, она посмотрит фотографии и начнет вас критиковать Поэтому на эту критику, в принципе, единственный правильный вариант, это брать и делать И тогда просто получать это удовольствие и обращать внимание на то, что вас кто-то критикует Это все ерунда Поэтому будьте собой, будьте настоящими, и все будет прекрасно Четвертое, о чем бы я хотел сказать, это про эмоциональное состояние Если вы находитесь в стрессе, если у вас напрягает там работа Или у вас какие-то сложные отношения со своим мужчиной Или вообще со своей второй пленкой То вы, конечно же, будете не в том ресурсе для того, чтобы проводить фотосъемку Как я лично, когда ко мне приходят девушки на фотосъемку Я всегда говорю то, что все твои отношения, все то, что происходит на работе, оставляем там Ты сейчас находишься именно на фотосессии И погрузись в процесс фотосъемки Тем самым получи максимальное удовольствие от процесса Потому что это тот момент, который позволяет снять стресс Получить удовольствие и выброс каких-то эндорфинов и моментов счастья Которые позволят вам как раз-таки решить свои стрессовые ситуации С легкостью и с любовью, и с счастьем Просто отключайтесь и находитесь в процессе съемки Слушайте фотографа, и все будет замечательно Также еще очень важный момент, как раз-таки это пятый Это то, что человек, который приходит на фотосъемку, не доверяет фотографу Если вы уже изначально не доверяете фотографу То, наверное, с этим фотографом договариваться не стоит Если вы все-таки этому фотографу доверяете И вы чувствуете то, что вы хотите с ним поработать И вам нравится тот стиль, который он делает Те фотографии, которые он снимает И как он их обрабатывает То, конечно же, спешитесь, пообщайтесь с фотографом Поймите то, что ваш это человек или не ваш И тогда будет вам вообще кайфово Если вы сможете вот этот момент как раз-таки Из недоверия фотографу Сделайте это наоборот доверием И тогда все будет прекрасно и замечательно Потому что иногда как раз-таки Если вы обращаетесь к фотографу Вы делегируете полномочия других людей Чтобы он вас сфотографировал Он профессионал, он знает свою работу И сделает все прекрасно и чудесно Просто доверяйте ему И все будет хорошо Еще как раз-таки во время фотосъемки Это уже шестой момент Который вам мешает раскрепоститься на фотосессии Вы начинаете во главе себя сравнивать с кем-то С другими моделями, с другими девчонками В этот момент у вас как раз-таки возникает зажатость И вам мешает это сконцентрироваться На самом процессе фотосъемки И получения удовольствия И о том, что вы такая прекрасная и замечательная Поэтому если у вас возникает эта мысль Прямо гоните ее прочь И все будет прекрасно, замечательно И все фотографии будут чудесные Потому что как раз-таки вот это сравнение Мешает нам быть собой И что я могу сказать в итоге Для того, чтобы вот эти все моменты Предотвратить И фотосъемка прошла максимально комфортно Без какого-либо зажатия И стеснения перед камерой И вообще в моменте То обязательно подготовьтесь заранее Подготовьте заранее образы Договоритесь с фотографом Где вы будете снимать Поговорите вообще с ним О образах, в которых вы будете фотографироваться Покажите ему референсы Которые хотите в принципе получить Не сравнивая себя Как раз-таки подготовьтесь Сделайте этот процесс более заранее И тогда все будет прекрасно, замечательно Так что я на этом буду заканчивать Спасибо, что вы меня дослушали Возможно, это была полезная информация для вас Как раз-таки я рад То, что вы посмотрели этот ролик Может быть зарядились И захотели прийти ко мне на фотосессию А если вы хотите прийти ко мне на фотосессию То вы знаете, что мне можно просто написать И договориться со мной о фотосъемке Так что еще раз вас благодарю Что вы посмотрели этот ролик Ставьте палец вверх Подписывайтесь на все мои сообщества в интернете И я, как всегда, с вами прощаюсь И говорю, до встречи, пока Пока